Привет, ребята! Ура! Новый год! Я очень рада, что у нас начался Новый год. Вот. Чё, чё рассказать? Тут недавно я сидела, смотрела расклад Таро-карт на свой знак, козирог. Причём самое интересное, я буду вам с вами болтать, пока я крашусь. Привожу себя в какой-то, ну, адекватный вид. Вот. Поболтаем обо всём с вами. Давно не болтали, много новостей, много интересностей. Короче, смотрела эти расклады Таро, причём, знаете, я не знаю, зачем я это смотрела. Вообще всё началось с того, что я включила мужское и женское, как обычно, вы знаете, что я люблю, что мне дарить. Просто сборник мужского и женского. Они пригласили астролога, которая рассказывала, типа, чё вообще ждёт в 21-м году, про все знаки рассказала, чё их ждёт, у кого какой год будет. Ну, понятно, она там ничего плохого не рассказывала, то есть было только хорошее или какие-то такие моменты, то что, ну, вам придётся задуматься. Ну, в целом, вот так всё будет. И, понятное дело, ну, я такая послушала, ну, понятно, ну, ладно, люблю верить в такие штуки, вы знаете. Ну, как, не то, что верить, я просто люблю такие штуки, мне это всегда интересно, типа, а чё, а чё будет? А чё будет? Но, понятное дело, я в это не погружаюсь с головой, типа, а, всё, мне так сказали, значит, так и будет. Но послушать всё равно интересно. Блин, это та кисточка вообще, что такое? Что такое мягкое? А потом мне выскочило что-то, типа, карты Таро, ну, потому что там видео было такое про то, что нас ждёт, типа, астролог пришла, что-то рассказала. И потом мне выпало, в общем, мне кажется, все астрологи такие интересные, они всегда так рассказывают. Это просто удивительно, то, что вам принесёт этот год, это вообразить невозможно. Я думаю, ай-бей. Смотрю карты Таро, я никогда это не смотрела, потому что для меня это неизведанная, непонятная тема. Я не понимаю, как, ну, люди на это, ну, могут что-то предсказывать тебе на карточках, которые они рандомно достают. То есть, по сути, я тоже могу купить себе карты Таро. Я просто не знаю, как это работает, да. Мне понятно, как работает астрология, что там по звёздам смотрят. Ну, грубо говоря, хоть какое-то там, да, маленькое объяснение в моей голове существует. А с картами Таро я, ну, не понимаю. И, понятное дело, когда я вижу это всё в интернете, я вижу, что человек просто держит колоду карт. Ну, у тебя будет это, это, это и это. У меня садится камера, отличное начало дня. Я думаю, надо посмотреть, что там мне расскажут. Но я такая, так, сначала я посмотрю, что предсказывали на 20-й год. И сравню, как бы, слушать мне это дальше вообще или нет. Не то, что там верят, типа, всё, я верю. Кстати, я вчера купила вот такой блеск от Clorans. У меня раньше были такие, ну, других оттенков. Вот решила попробовать взять. Короче, сегодня у меня должно было быть новое наращивание ресниц. Не в Smile Studio я записалась, потому что у них там мастер по ресницам в отпуске. А ходить-то мне как-то надо, поэтому я записалась в другой салон на реснички. И сегодня должна была пойти туда в час сорок. У меня была запись, у меня всё было распланировано, что я встану, ну, там, в 12 с чем-то, соберусь, поеду и как раз режим свой начну налаживать. Потому что то, во сколько я ложусь спать, ну, это, конечно, просто ужас. Вот, и мне звонят просто в 10 что-то или в 11 утра. Звонят и говорят то, что ваших ресниц нет. Я такая, типа, чё, вы же студия по наращиванию ресниц. Ну, я делаю ресницы, себе пучками наращиваю. То есть сразу готовые пучки, это намного быстрее, по качеству то же самое, просто они уже готовы, их не надо собирать, потому что обычно на это уходит, ну, как бы, ещё время много. То есть, по сути, новое наращивание мне могут сделать за полтора часа, например. Ну, это просто перфекто. Мне это говорят, и я так обломалась, потому что я сегодня, ну, как бы, планировала закрыть эти вопросы, сделать ресницы, уже об этом не думать, там, завтра-послезавтра. Можно сделать сегодня лазер, потому что я дофига пропустила, и у меня вообще, на самом деле, какая-то фигня. Ну, я не знаю, может быть, это тоже, кстати, из-за каких-то гормонов, не гормонов, не знаю. Но вот если я пропускаю месяц, например, не делаю, у меня начинает потихоньку возвращаться всё к первоначальному виду. Меня это, на самом деле, напрягает, потому что... Ну, мне, как бы, некоторые говорят, что лазер всё равно до конца не уберёт волосы. Ну, как бы, окей, понятно, что можно делать для поддержания, там, раз в полгода. Я не сомневаюсь, что, там, лазер хороший, и я думаю, что дело всё-таки в каких-то, может быть, реальных гормонах, знаете, которые постоянно провоцируют рост волос на моём теле. Как бы я их ни пыталась убрать, они такие, мы никуда не пойдём. Ну, это, знаете, типа, когда женщина беременна, например, мальчиком особенно, мне кажется, по-моему, такие вот я слышала сплетни, что, типа, у неё вот именно, ну, гормоны так бушуют, что-то волосы начинают расти шикарные. То есть это вот именно такой какой-то, там, гормон, не гормон, не знаю, чё. Там, типа, ну, и на руках, там, на ногах тоже расти начинают. Ну, вот что-то такое я слышала, не знаю. Да, иногда я думаю, типа, вот я делаю лазер, да, бесконечное количество лет. Ладно, не бесконечное, но достаточно давно. А потом я буду беременна в какой-то момент, у меня всё как отрастёт обратно, и все мои вот эти вот похождения, да, на лазерную эпиляцию можно будет выбросить в помойку. Но я всё равно хочу добиться результата. В любом случае жить без волос это офигенно. Просто если каждый, там, месяц-полтора ты, ну, делаешь, не пропускаешь, то, на самом деле, жить в кайф становится, потому что, ну, это реально очень круто. Я намного увереннее становлюсь, счастливее, когда ничего такого мне не мешает. Посмотрела я эти Таро карточки. Ну, не знаю, на самом деле. Верю, не верю. Сказали, что у меня какая-то там суета будет, какое-то там решение, выбор. На самом деле, в моей жизни действительно присутствует не суета, а вот это вот какое-то сомнение. Причём в разных аспектах сейчас такое у меня состояние, знаете, какой-то у меня, наверное, переходный возраст, и мне хочется уже что-то менять в этой жизни. Как-то вот, не знаю. Хотя зачем? Ну, нет, хочется. Короче, какое-то, да, у меня сейчас состояние такое внутреннее, что я ставлю саму себя перед выбором. Типа, продолжать жить так или жить по-другому, работать там с этими людьми или работать с другими людьми. То есть у меня вот такая вот ситуация, наверное, с декабря что-то такое. Ну, прошло, конечно, немного времени, да, чё, полтора месяца, но ситуация вот такая прям. Немножко напряжённая я бы даже так её назвала, потому что есть ещё эмоции страха, которые заставляют меня сомневаться в своих каких-то решениях, и понятно, что мне сложно решиться на что-то, сделать какие-то правильные движения. У меня было несколько дней таких бесполезных, я просто ничего не делала, лежала дома. Самое интересное, что я даже не убиралась дома. То есть я вчера просто всё убирала, а до этого я как-то вообще... Ну вот, кстати, там в этих картах Таро говорили, что типа в 21-м году типа козероги выдохнут. Что-то такое было. А, это не карта Таро, это астролог как рассказала, что типа для козерогов это будет такой год, что они наконец-то выдохнут, и типа как будто вот то, что они наработали, то, что они сделали, принесёт им какие-то плоды. Я такая, типа, что я сделала? Я же ничего не делала. Ну не знаю, ну надеюсь. Ай, посмотрим, посмотрим. По поводу моей кожи. Она становится лучше с каждым днём. Не могу сказать, что прям сильно улучшается с каждым днём, но я вижу результат. Вот, я пока что не колю антибиотики в лицо. Вы знаете, то, что я делаю, эти процедуры, пока что я их не делаю. У меня странные чувства... Не, я верю, что они тоже сыграли, конечно же, роль, потому что у меня кожа стала лучше ещё. Ну, потому что... Тьфу, блин, пудра в рот залетела. Потому что я делаю эти процедуры, да, хотя они, ну, болезненные достаточно. Одна у меня была прям ужасно болезненная. Не знаю, наверное, не рассказывала, потому что я стараюсь поменьше про кожу болтать. Может быть, это тоже, кстати, повлияло на то, что у меня есть улучшения какие-то. Потому что вот мне мама сказала такую умную вещь, хотя такую, казалось бы, простую, но она сразу всё в моей голове расставила по полочкам. Она... Ну, мне постоянно, как бы, многие говорят, типа, Юль, хватит уже об этом говорить, забей. И понятно, что есть злые люди, которые могут написать, типа, фу, тебя с тобой. Ну, с одной стороны, мне пофиг, да, казалось бы. Какая разница, я же знаю, что это пройдёт. Ну, чё, 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 не видно, что ли? В общем, самое главное, что я не боюсь никаких испытаний в этой жизни. Я уже поняла для себя, у меня столько было разных моментов в жизни, когда у меня проблемы были с работой, и когда от меня там чуть ли не все отвернулись, когда я думала, что всё, ну, как бы, я, ну, уже ниже пасть некуда. А потом просто я беру себя в руки, меняю всё в своей жизни, меняю отношения, подход, и всё становится волшебно, классно. И я понимаю, что это можно ко всему, в принципе, применить. Поэтому я не отчаиваюсь. Опять же таки, я очень рада, что я, по-моему, даже ни одной слезинки не проронила из-за своей кожи, только во время укола в лицо. Это была вторая процедура, когда мне делали уколы. Причём, понятное дело, что намного больнее, когда у тебя есть жёсткие воспаления. То есть я думаю, если я сейчас пойду делать... У меня сейчас нету каких-то жёстких воспалений, меня это безумно радует. На самом деле, многие какие-то штучки, которые, может быть, там видно будут через камеру, не знаю, где вы смотрите, на компьютере, на телефоне, это просто какие-то там, типа, корочки или сухие, какие-то там, типа, следы, которые там не замазываются. То есть, ну, я прям рада. А, и чё мне мама-то сказала? Мама мне сказала, хватит об этом говорить, ты просто сама представь, что про твои прыщи думает вся страна. Ну, конечно, вся страна это назагнула, но, грубо говоря, там 100 тысяч человек, да, которые смотрят моё видео, они сидят, думают об этом и как будто бы дают моим прыщам новую жизнь. Ну, типа, это, знаете, как материализуют они мои прыщи и мои слова про эти прыщи. Ну, как? Ой, блин, так мало ресниц. Фу, какого чёрта мне сегодня не сделали ресницы? Я злая, как собака. Ну, не, я всё равно выгляжу нормально. Милашка. Буду себя хвалить, афирматься себе говорить. Ты чудо! Вот, и когда она мне это сказала, что, типа, хватит об этом говорить, вся страна думает про твои прыщи, я подумала, они же все реально думают об этом, а не вы. Вы же все реально об этом думаете. Реально. Конечно, эти следы меня жутко достали. Даже не знаю, следы не следы. Короче, мне сказали купить бодягу, может быть, она поможет как-то от этого избавиться поскорее. И ещё какая-то мазь у меня записана где-то. Короче, всё никак не куплю, надо купить. Я безумно зла на то, что мне не сделали сегодня ресницы. Почему я должна? Я записалась. Знаете, я прям как сучка какая-то себя веду. Ну, реально. Как? Как так? В студии подорачивание ресниц? Нет ресниц. У меня что? Дел нет. То есть, получается, что? Ладно, всё. Смотрите, сколько у меня воды дома. Конечно, из-за проблем с кожей я выгляжу немножко помятой. Ну, ещё из-за того, что у меня ужасный режим. Но ничего не поделаешь. Слава вчера уехал на дачу, я проснулась, не заметила никаких изменений в этом доме. Пошла умылась, что-то кофе сделала, лежу в кровати, играю в свои игрушки, пью кофе. И потом, просто обращая внимание, что на моём столике, где я крашусь, стоят цветочки. И я, на самом деле, даже испугалась. То есть, мне показалось, что я там ничего не видела, и какой-то призрак поставил туда цветы. Ну, короче, напугалась. Оказалось, что Слава подарил мне цветочки, и я их просто не заметила. Он утром уехал на дачу. Такие красивенькие, миленькие. Если что, без повода. Повода не было. После того, как мы вернулись с дач, да, после Нового года, мы увидели интересную картину. Но тут везде были закрыты окна, потому что, ну, для меры безопасности, мало ли, салют какой-нибудь залетит, ну, всё равно. И, понятное дело, ёлке это очень не понравилось, и она настолько пригрустнулась, она была такая, знаете, прям опущенная, прям вниз легла, как будто. Ну, она стояла, и, короче, через два дня, ну, времени просто не было, и через два дня мы её утилизировали. Я уже накрасилась, я не буду ничего с волосами делать, не вижу в этом смысла, что у меня сегодня какой-то праздник, что ли. Еду, блин, делать себе больно, обожаю. Вчера я убиралась, потом в какой-то момент я прихожу на кухню, понимаю, что уже, ну, 11, 20, и я такая, типа, подождите, а где мой ужин? И я поняла, что я, ну, не организовала себе никакого ужина, и поэтому пошла готовить. Пошла готовить курочку. Ой, вот моя курочка, здорово, привет! Она такая наглая стала, да, Вив? Такая наглая стала, весь день за мной ходила вчера, вкусняшки выпрашивала, да? Ой, шляпкий нос. А ещё, прикиньте, чё, салон, куда я водила Вивьену, стричь её, походу, обанкротился, закрылся, но это мне вот такие слухи сказали. И я думаю, как, о, чё, встать не можешь? Вставай! Корочка мамина! Питьевой пирожный, малыш! Ля-ля-ля, ля-ля-ля! Короче, я оделась, ничего не поела, потому что я желание заехаться в Макдональдс. А ещё, представляете, я брала курску вот эту. Ну, как порвала? Короче, молния, здесь от молнии кое-что отвалилась. Это можно починить, но, слава богу, что здесь есть вот такие штучки, я просто люблю эту курску. Очень. Такая красивая. Ну, понятно, кому-то не нравится, я видела комментарий, что, типа, чё за мода на такие объёмные куртки. На самом деле, это может абсолютно спокойно кому-то не нравиться. Я почему люблю такие вещи, потому что они, во-первых, тёплые, они прикрывают мне и попу, и всё. И, ну, при этом он, в принципе, прикольный. Ну да, есть такая мода на объёмные вещи. Ой, ты чё там, падаешь, что ли? Моя собачка! Такая счастливая, казалось бы, да, такой бред. Почему вещь, какая-то вещь может нас ещё слить? Может, оказывается, может. Так, у Луизы недавно был день рождения, и мне сейчас нужно пойти купить ей цветочки. Кто-нибудь в курсе, Луиза – это, ну, каждый директор, Smile Studio – это её клиника. И, ну, она офигенная, Луиза, не знаю, я ей благодарна безумно за всё. Вы знаете, виниры там я делала, и столько всего. И ещё мой отчим тоже ходит в Smile Studio. У него там просто нереально огромная работа, проделана с зубами. Я думаю, что, ну, потом даже мы об этом расскажем, конкретней, поинтересней. Почему бы и нет? Вот, и это шок. И, конечно, Smile Studio – это мой второй дом просто. Я туда хожу как домой. Но я там всё делаю. Вот я ещё ресницы там делать начала, мне очень нравится. Но вот мастера нету сейчас, она в отпуске, поэтому придётся сходить в другое местечко. Хотя мне очень не хочется. Видите, уже даже какие-то проблемы, уже что-то мне переносят, ресниц нет, хрень какая-то. Так что выходим, и надеюсь, что я не опоздаю. Да не, я красотка. Вот так вот я выгляжу. Ну, не, нормально, да, выгляжу? Самое главное изменение моей кожи, что когда я с макияжем, мне не стрёмно показываться людям даже с макияжем. То есть было такое... Ой, видите. Было такое, что даже я, будучи накрашенная, для какого-то фильмов ужасов у меня сейчас сопля должна подсидеть, потому что это мой гонит и умеется. Короче, что говорил-то? Ай, блин, чуть ног не сломала. Я забыл, что я говорил, фильмами ужасов. Даже когда я красилась, это была жесть. Поэтому я очень рада, что сейчас с макияжем, хотя бы уже, да, с макияжем, я выгляжу нормально, что мне не надо там сильно как-то всё прятать. Ура! Кстати, не знаю, в курсе вы или нет, но я боюсь лифтов. И причина, по которым я бы хотела жить в своём доме, но я уже говорила об этом, я к этому не готова. Я ещё маленькая для того, чтобы в доме. Безопасность! Кстати, иногда нашу маску так просто, потому что забываю ли она слезает. Но вообще-то на улице можно ли не это самое, людей вокруг нет. Кстати, не холодно. Блин, машину чистить не хочется. Ой, как скользко. Так, есть проблема. Она не открывается. Так, всё, я сходила, купила букетик. Вам, наверное, не видно, но он очень красивый. Тут красные и розовые розы. Так что всё, теперь мне нужно успеть заехать в Макдональдс, но я боюсь, что я опоздаю из-за этого. Но здесь не сильно, но меня тошнит от голода. Короче, кто бы сомневался, я не успеваю поесть. Как всегда. Знаете, сколько сейчас времени? Ну ладно, сейчас 18.30. Я до сих пор ничего не ела. У меня ещё лазерная эпиляция. Ну это минут 30. И потом, чтобы ещё доехать куда-то поесть, или доехать до дома, дома поесть, это тоже, ну, минут 30, может быть, 40. Зависит от того, какие будут пробки. Тошнота. Вот это вот состояние, когда ты голодный, и тебя тошнит от голода. Вот его я и испытываю. У меня дома есть еда. И я могла дома поесть. Я об этом, кстати, думала, когда выходила из дома. А вдруг я не успею? Может, пожрать дома? Потом подумала, да ладно, успею. Нет. Я поставила навигатор и поняла, что если я сейчас поеду, то я как раз приеду ко времени. То есть у меня нет запаса хотя бы 10 минут. За 10 минут можно было бы успеть заехать. Так что вот такие дела. А еще у меня сел ключ, которым я открываю машину. Ну, как сел. У меня есть два варика. Открыть как машину рукой, без ключа. Типа ключ у меня в сумке, например, лежит. У меня там есть специальная метка, которая, ну, короче, когда я подхожу к машине и открываю рукой, специальными нажатиями, движениями, у меня открывается машина. Ну, понятно, не заводится так, да, но открывается. И так же закрывается одним нажатием прикосновением к машине в определенных местах. И, короче, у меня эта фигня походу села. И я когда вышла из дома, ну, сесть в машину и все такое, я ее, короче, не могу открыть. Дергаю за ручку, она не открывается. В итоге я открываю ее ключом, ну, то есть беру ключ, нажимаю на кнопочку, типа, открыть дверь, и вот он у меня работает. И все равно у меня передняя дверь, моя не открывается. Я думаю, типа, блин. А причем мне уже давно в машине пишут сообщение, что низкий заряд ключа, бла-бла-бла. Я такая, я не знаю, какую батарейку. Я ее ставлю, ну, не знаю, раз в два года, наверное. Я даже не помню. Два года назад, наверное, я ее меняла. Ну, это так давно, что я даже, не знаю, не помню, что туда надо ссувать. Ну, предполагаю. Пробую открыть заднюю дверь, она открывается. И я думаю, твою мать. Короче, я через зад залезала сюда. А потом, когда я пошла за цветами, я закрыла машину. А потом оказалось, что я ее не закрыла. И когда я подошла к машине и, ну, по привычке начала ее открывать без ключа, у меня сработала сигнализация. И я такая, блин. Ну, я достала ключ, все нажала, я все выключила. Короче, отстой, да. Надо этим срочно заморочиться. Так, ребят, посмотрите, как здесь красиво. Вот мои цветочки. Я их уже подарила Луизе. Или это не мои? Наверное, мои, похоже. Так что такая красота. Причем здесь было больше цветочков. Понятно, Луизе их домой уже забрала. Вот, сделали лазер. И сейчас все поговорила со своим врачом, Ингой, которая колола мне антибиотики. Луизе тоже посмотрела. Мы тут тоже сплетничаем про мою кожу. Постоянно обсуждаем. Говорит, что прям хорошо. Встала, предложила мне поколоть антибиотики сегодня. Я говорю, давайте через недельки две. Я просто очень хочу посмотреть, ну, как-то еще изменится ситуация или нет. Так что... Ой, я даже забыла, что я голодная. Так интересно, болтали во время лазера. Ладно, все, я одеваюсь и домой. Но я не знаю, куда-то мой голод исчез. То есть я перетерпела какой-то голод. А потом мне уже было не до голода. А когда меня лазером делали в бикини, это уже все. Уже ты не думаешь про голод. Ну, нет, на самом деле, конечно, это неприятно, но это как бы терпимо. Зато результат того стоит. Вот. Инга, дерматолог-косметолог, которая как раз мне и лазер делает, тоже она врач, и укол вот эти колола. И она же... Я к ней ходила в другую клинику, сдавала соскоп на этого Демодекса, да? Держитесь в ранее. Она мне что говорит? Чтобы я перестала жрать всякие... Мандарины. Они постоянно... Они постоянно... Я как-то не приду с Мэл-студио, ну, с Луизой, болтаем с Синкой, они говорят, ну что, ты исключила все раздражители? Вино? Мандарины? А я... Ну, я не люблю врать, там, да, говорить людям, которые мне дороги, и все равно они же мне хорошего желают. В любом случае, я такая, типа, нет. Я понимаю, что сейчас начнут меня ругать. Но мы с моим мастером по маникюру. Она же мне, кстати, посоветовала, дала гомеопата, и вообще она мне, на самом деле, очень много всего классного в жизни посоветовала и дала, помимо того, что она мне маникюр классный делает. Изначально она избавила меня еще от моей проблемы брошьего ногтя, что я даже два раза его до этого вырезала хирургическим путем, да, в больницу ходила, а она мне просто как-то сделала педикюр хороший. Мы там акрилом поднимали, все такое, чтобы он не давил, не врастал. Ну, короче, много всего хорошего этот человек сделал в моей жизни. Мы уже с ней знакомы сколько, лет семь, и у нас очень тоже близкие такие отношения, то есть, как бы, дружеские, да. Я очень тоже ее люблю, ей за все благодарна. Именно она дала мне контакт заводчика, где в итоге я взяла Вивьену, да, то есть, это такой вот очень важный человечек в моей жизни. она владеет кое-какими способностями, она не экстрасенс, ничего такого, нет, я не буду подробностей рассказывать, да, там нет никакой магии, никакой такой фигни, нет, но, короче, мы с ней делаем аффирмации, и эти аффирмации когда-то вылечили мои потные ладошки, то есть, история моего излечения начинается с этого момента, вылечили мои потные ладошки. То есть, знаете, очень часто бывает, что у нас какая-то болячка, проблема из-за эмоций, и я думаю, что многие со мной согласятся, даже те, кто ни в о чё не верит, ни в о чё, ни во что, я думаю, вы со мной согласитесь, потому что, ну, даже вот, когда вы понервничаете, да, испытаете вот неприятную какую-то эмоцию, там, страх, злость, обида, там, боль, неважно, да, что вы испытываете, какая-то эмоция, через 600 метров на светофоре поверните направо, и потом у вас, например, какая-то болячка выскагивает, ну, там, я не знаю, проблемы с животом, как раз в декабре, и она мне такая говорит, ну, побей противозачаточные, и я ей такая, типа, нет, он говорит, а что ты не хочешь, они нормальные, они слабенькие, это не то, что ты вот пила, то, что тебе другой врач выписал, после чего у меня как раз прыщи пошли, это не то, это нормальные, я говорю, нет, вы знаете, я не буду пить эти гормональные, мне этого не надо, мы с вами уже эту тему обсуждали, да, что есть люди, которые в это не верят, которые смеются над этим, и вообще, ты глупая, ходи к врачам, ну, как бы у всех своя точка зрения, да, у всех свое понимание, врачи, к которым ходила я, они мне говорили, что, ну, тебе ничего не поможет, тебе надо пить рокутан, и вообще, как бы, пипец, такая жесть, которая у тебя, а в итоге, знаете, да, может быть, там, у меня сейчас все пройдет на время, потом что-то вернется, но я буду стараться, как бы, сделать так, чтобы ничего не вернулось, все было хорошо, но просто, если без рокутана у меня уже есть улучшения, извините, я скандал такую чиню, люди, у которых заложенность носа на протяжении многих лет, вы сейчас меня поймете, что это магия, потому что аффирмациями, мы, как-то я пришла, мы два часа, или два с половиной, делали много больших, длинных аффирмаций, которые там на все, то есть, помимо того, что я что-то проговариваю, я еще нажимаю специальные точки на теле, после этих аффирмаций, нет такого, что ты сразу что-то чувствуешь, такой, типа, но, через неделю я заметила, что я не помню, когда я последний раз пшикала себе в нос, то есть, для меня это, ну, было что-то с чем-то, потому что я на протяжении трех лет, если не больше, каждый день пшикаю себе в нос спрей, потому что я просто не смогу дышать, и тут я понимаю, что я не помню, когда я пшикала себе в нос, сейчас уже получается месяц, то есть, сейчас мне не нужен спрей, для того, чтобы у меня отложило нос, и у меня не закладывает там две ноздри, знаете, максимум там одна, и это недолго, и оно само проходит, откладывает, то есть, у меня такого, ну, четыре года точно не было, и я понимаю, что я ничего не сделала, для того, чтобы у меня это прошло, я просто сделала аффирмацию, это еще не все изменения, которые произошли в моем организме, просто я их уже рассказывать не буду, но, ну, для меня это реально, типа, вау, не знаю, как это объяснить, просто бывает, у нас есть какая-то эмоция, которая затаилась внутри, и ты не можешь от нее избавиться, и как раз-таки такие вещи, как аффирмации, они могут освободить твой разум, скажем так, ну, блин, это звучит жестко, я понимаю, это звучит жестко, но, это работает, реально, подружка моя уехала в Америку, у нас, наверное, еще с Кариной такая разница есть, в том, что, ну, типа, она очень, ну, не то, что помешана, помешана звучит, наверное, как-то не очень приятно, ну, не помешана, но, очень любит путешествие, то есть, для нее это очень такой важный аспект в жизни, что нужно путешествовать, нужно куда-то ездить, поверните на правду, я это тоже люблю, но просто, я еще очень сильно люблю дом, давай, таксист проезжай, из-за того, что я очень сильно люблю находиться дома, в Москве, вообще, да, иногда хочется куда-то вырваться, ну, надоедает, да, хочется что-то поменять в своей жизни, каких-то новых ощущений, но, я от этого как-то независимо так сильно, то есть, мне абсолютно нормально, если я там 3-4-5 месяцев, может быть, даже никуда не езжу, ну, а что, я в этом году никуда не ездила, кроме Турции, в конце августа, вообще, мне на самом деле страшно куда-то ехать, но, есть вероятность, что я в январе улечу, на 4 денечка, там появилось какое-какое предложение, не знаю, ну, как бы, хочется, но... Здоровья, я люблю богатые. Спасибо, спасибо. Так, он вот отойдет, там нет? Здрасте. Спасибо. Испугались? Обосрался. Боже, я, если честно, такое не люблю, я понимаю, что... Ну, конечно, мне жалко, да, вот этого вот дядечку сейчас, который там денежки просил, непонятное дело, я ему дала. Иногда я, кстати, не даю, я не хочу прикинуться, какой-то там святой, просто иногда мне дать-то нечего, знаете, у меня как бы сейчас мир карточек, это поколение переводов онлайн и все такое. Ну, как бы так напугали, такие ситуации неприятные, я тоже как бы боюсь, извините, но все-таки всегда осадок какой-то неприятный, то есть, когда я помогаю вот таким вот, да, людям, которые там, будут около Макдональдса, стоят, просят копеечку, какую-то, как бы я не чувствую, что типа вау, какая я молодец, какое я доброе дело сделала, наоборот, я как-то и расстраиваюсь, и как-то вот неприятно, и один раз у меня была такая жесткая ситуация, просто я сидела в Киевсе, это было очень давно, по-моему, одна, кого-то ждала, то ли подружка, то ли что-то, ну, короче, заказала себе стрипсы, что-то там еще у меня было, сижу, значит, ем, подходит какой-то тоже, ну, там, типа бездомный, он такой говорит, типа, что-то дайте там, что-то денюшек, не денюшек, ну, господи, ну, знаете, иногда, ну, как бы это неприятно, я понимаю, что как бы у человека какая-то сложная ситуация, ну, типа, блин, я сижу, ем, ко мне какой-то незнакомый, там, человек подходит, что-то как-то, ну, мне это может жестко звучит, я не знаю, может, я какая-то там дренища, ну, блин, правда, как-то очень неприятно, короче, я не сука, да, но я такая, нет, нет, извините, у меня ничего нет, то есть бывает, что я вот так вот говорю, да, когда начинают там стучать, еще что-то, я ему говорю, что нет, у меня ничего нету, ну, как бы, ну, отстаньте. Вообще, блин, лет 15, 14 было, не знаю, вообще, мелкая, ко мне какой-то мужик, блин, докопался, да, он говорит, ну, дайте мне хотя бы курочки, в итоге я дальше есть не смогла, ну, в смысле, не то, что он сел со мной кушать, я просто всю курицу отдала, я думаю, ну, как бы человек мне не даст пожрать, как бы жестко это ни звучало, но понимаю, что, да, не всем в жизни везет, не у всех, как бы, там что-то получается, но тоже какие-то же границы должны быть моральные, я не знаю, что там, не мешать человеку, хотя бы, как-то, в некоторых Макдональдсах, картошка такая, вот в этот, который я заезжаю, он просто ближе всего к моему дому, там у них всегда картошка такая, как будто бы сырая, ну, куда же без картошки, приходится брать, такой кайф, что дома чисто, сейчас приеду, там чистота, не чистил, это не надо, это не так, это не так, Ну, все, наконец-то я поела. Короче, я подсела на канал Юлик и никогда не смотрела его. И вот мне очень нравится, как они с Кузьмой. Я их не знаю, лично не знакома и вообще никогда не смотрела. Но тут что-то наткнулась, начала смотреть. Да видите. Привет! Я уже дома! Вот, и мне нравится смотреть их обзоры на беременна в 16. Я вот как раз вчера смотрела. Да что ты! Она начала вообще их смотреть, потому что ничего не выходило на мужском женском. Вот, и хочется поиграть в игрушку мою, в которой я сейчас играю. Так, привет, сейчас. Там нужно пузырики лопать какие-то, камушки лопать. Ну, типа, знаете, как куча разных цветов. Тебе нужно собрать, чтобы было три или больше, и они взрываются. Ну, короче, дебилизм, но... Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Короче, ребята, тут конкретно страдала какой-то фигнёй, после того, как я поиграла, ещё что-то, продолжила смотреть то, что смотрела, и решила накрасить себе как-то интересные глаза, сделать стрелки, и в итоге такая шняга получилась, поэтому я сейчас хочу всё это нафиг смыть и, наверное, попрощаться с вами на этом моменте. Надеюсь, что видео вам понравилось, надеюсь, что оно было интереснее, вот, оставляйте комментарии, всё читаю, и буду стараться почаще вас радовать новыми видео, и надеюсь, что скоро выйдет моя новая рубрика, она уже не новая, но, короче, рубрика-тема. Так что всем спасибо за просмотр, всех люблю, целую, обнимаю, ещё раз вас со всеми праздниками, Новый год, Рождество, будьте счастливы, здоровы, и всем пока!